здравствуйте дорогие друзья мы рады приветствовать вас на нашем канале не детские забавы и сегодня речь пойдет о виски непосредственно хотелось бы рассказать вам о виски embassy club регион шотландия производитель in their house distillate ltd бренд embassy club крепость 40 процентов тип купажированный выдержка 3 года embassy club free air sold утонченный шотландские виски созданные по классической технологии из зерновых и солдовых спиртов тщательно отобранные спирты выдерживается в дубовых бочках не менее 36 месяцев после чего опытные мастера составляют купаж длительный контакт с древесиной насыщает аромат благородного напитка характерными тонами выдержки и украшает его норовистый характер данная информация предоставлена в интернете теперь мы ознакомимся с непосредственно информации указываем на контур этикетки на бутылке ну в общем что пишут мягкие виски со свежими ароматами солода и цитрусовых во вкусе ощутимы тона ванили и дуба пьется легко оставляя приятное послевкусие идеальные виски для любого случая и так состав смесь солодовых и зерновых выдержанных дистиллятов родниковая вода краситель натуральный е 150 а сахарный колер один простой искусственной добавки и ароматизаторы отсутствуют производится скотланд военна этот kingdom of great britain and northern island передал непосредственно бутылки на внешний вид она в плане своей формы довольно симпатичная имеется пузатость определенная здесь конечно она весьма такая плоская скажем но в данном месте конечно она мне приглянулась по поводу этикетки что хочешь сказать весьма такая на самом деле неброская аскетичная этикетка что здесь присутствует золотым цветом указано название виски указан также что это продукт шотландии такая простенькая бутылочка с виду на самом деле не сказать что она бросается в глаза что производит какое-то впечатление ну на самом деле она вполне для меня затерялась бы среди остальных представителей явно не выделялось бы я бы наверно не обратил бы внимание на нее если бы не знал что это за продукт перейдем непосредственно к определению вкусоароматических свойств данного продукта ну что хочешь сказать об аромате данного близким то ли от прочитанного так на меня это все повлияло то ли действительно оно так есть но в первую очередь я начал ощущать что-то здесь цитрусовое такое знаете апельсиновое даже что ли больше таки знаете корки апельсиновое когда добавляет куда-то когда напитки настаивает сладковатое нечто такое опять-таки фруктовое больше но мужчина не цитрусовое вот такой как сухофрукты что ли какие-то вот когда ну сушеные яблоки возможно практически не ощущаю бочки очень легкий аромат не сказать что он насыщенный спиртозность практически хочу сказать отсутствует но слова практически тоже не чувствую перейдем непосредственно к определению его вкусовых качеств непосредственно хочу сказать что спиртозность у него не такая сильная практически не чувствуется есть конечно при этом вначале вообще что-то такое дубовое наверное сначала вкусе жестковатое после это перетекает что-то такое более фруктовое что-то такое трофинистые маленько дымчатые ну слабовато правда но маленько есть и на послевкусие что-то такое слегка ванильная как будто бы присутствует ну вот на все что могу сказать о вкусе цена на данный продукт в среднем составляет от 450 до 500 рублей в зависимости от того какой торговой стиле вы покупаете если касаться моего мнения то я хочу сказать что данный продукт однозначно своих денег стоит для виски такой ценовой категории он весьма неплох возможно простого да то есть нету каких-то изысков ну весьма неплох то есть я бы его рекомендовал вам к столу перед тем как вы будете покупать либо собираться покупать данные виски советую вам посмотреть его сравнение с другими представителями перейти по словашке в левом углу экрана подписывайтесь на наш канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик оставляйте комментарии подписывайтесь на наш инстаграм канал мы будем рады любому вашему вниманию не бухайте занимайтесь спортом но Субтитры сделал DimaTorzok